В библиотеке поселка Совхоз имени Ленина проходит много увлекательных и познавательных мероприятий для посетителей всех возрастов. В минувшие выходные, в канун Дня толерантности, в библиотеке состоялся семейный праздник, участниками которого стали ученики седьмого класса поселковой школы и их родители, рассказывает Татьяна Акимова. Седьмой Б-класс школы-поселка Совхоз имени Ленина очень сплочённые и дружные. И это несмотря на то, что 20 из 27 учеников — мальчишки. А ещё этот класс отличается тем, что в нём обучаются представители шести национальностей. Несмотря на то, что у каждой национальности есть свои обычаи, всё равно объединяет наших детей очень многое, особенно основные ценности человечества. Уважение к взрослым, уважение к старшему поколению, сплочённость, всегда помогают друг другу, всегда вот есть это, всегда у нас чувствуется, взаимопомощь в учёбе. Такие отношения в классе между учениками — заслуга прежде всего классного руководителя, сумевшего объединить ребят. Конечно, свою лепту внесли и родители. Ещё одним поводом для укрепления отношений и улучшения взаимопонимания стал праздник, посвящённый Международному дню толерантности, который отмечается 16 ноября. Мероприятие, организатором которого выступила сельская библиотека, получилось по-настоящему семейным. Я первый раз участвовала. Мне интересно, конечно, посмотреть, особенно я увидела, какие блюда приготовили мамочки. Конечно, приятно, что все относятся с душой. Школьники при участии родителей подготовили презентации о национальных особенностях своей родины, рассказали о праздниках и традициях. Мне интересно присутствовать на этом празднике, потому что я слышу рассказы, заинтересованные рассказы ребят о своих странах, с любовью сделанные презентации. С удовольствием, вот сейчас послушала стихотворение на украинском языке Тараса Григорьевича Шевченко. Познакомилась с праздниками украинскими, замечательными, очень яркими, очень такими похожими на наши праздники. Это здорово. Вот то, что ребята подготовили, это просто здорово. Самым интересным моментом дружного праздника стало представление национальных блюд, приготовленных специально для этой встречи с последующим чаепитием и дегустацией угощений. Пахлава называется этому празднику, который в Русбайрамах. Это символ звезда. Там есть орехи, масло, песок, мука. Поговорили ученики и о самом понятии толерантность, которое в каждом языке имеет схожее значение. В испанском — способность признавать отличные от собственных идей или мнения. В английском — готовность быть терпимым. В арабском — прощение, мягкость, милосердие, расположенность к другим. Слово «толерантность» для меня означает единство народа. И этот праздник, наверное, посвящен только этому. Мне кажется, этот праздник должен быть всегда, потому что он объединяет все народы, даже те, которые граждуют. И поэтому я считаю, это очень важно. Толерантность — это значит уважение к другим людям. Мне кажется, что люди должны хорошо относиться друг к другу, незначимые, с какой они страны, какой они национальности. Главное, чтобы все были дружны. Глядя на учеников класса и их родителей, становится ясно, что понятие «толерантность» для них вовсе не пустое слово. Ребята просто так живут. В мире и согласии друг с другом. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.